Потому что сложно сказать, но в миде алхимикам стоять действительно в какой-то степени приятнее, чем на слейне, потому что ты можешь баунти руну забирать и апать с этого много очень золота. Но тут видишь, бывает такая ситуация, что тебе везет, бывает, что не везет, и в миде можно получить пащама твин рейнджер, и в этот же момент, скажем, как-то не пропереться на баунти руну. Смотри, на кора, если брать его как кора-герой, отправлять его на легкую линию, я думаю, что если с лордар в соло справляться не будет, то к нему как минимум добавится либо бейн, либо виверна. Больше бы даже на бейна поставил, соответственно, додаблы эту линию, потому что с лордару, возможно, понадобится какая-либо помощь. Не знаю, есть квапа еще в пике, мне кажется, фнатикам надо квапу убрать. Потому что еще один кор нужен, и джи. Квапа, да, я думаю, что квапа должна появляться у и джи. Ну, просто мне так кажется, я так сопоставил факты. Вин рейнджер в миде плюс алхимик, нужно драться, магический прокаст какой-никакой она имеет. Да, тут квапа будет действительно хорошо смотреться, но банится бруда. То есть у нас муши предполагают, что это все-таки хардлейн, точнее, что это сейфлейн с лордар. Ну, а вот и джи нужно теоретически забанить еще одного героя. То есть либо это на сейфлейн, либо соло мид. Если фнатики сыграют хитрые, например, в эрку в сейфлейн поставят, то против алхимика в миде весьма хорошо стоит вайпер. Очень любят вайпера против алхимика брать азиатские коллективы. Но тут я не берусь, конечно же, предсказывать. А это довольно-таки интересный такой, знаешь, риск унизить алхимика на Ирли Геймену, при этом проиграть ему впоследствии. Вот банят в итоге антимага. Да, антимаг это как один из персонажей, который крайне хорош против алхимика с точки зрения макроигры. То есть алхимик постоянно сплитпушит, антимаг постоянно сплитпушит. И антимаг, он не отстает обычно по фарму от алхимика. Если алхимик начинает там с мантой, траволами и радианцем забирать весь фарм, то антимаг он тоже очень быстро фармить успевает. И алхимик не опережает его там на 1-2 слота, да, как какого-то другого Герри. Хороший мув от PPD. Не подумал я почему-то про антимага здесь. Ой, да, тяжело здесь, конечно, сделать правильный выбор. Берется Сларк, опять-таки против Слардара и против алхимика вполне хороший герой. В PPD сейчас нельзя ошибиться. Должен быть крайне правильного героя. Ну, Крич пока решается роль алхимика по сути нам. А роль алхимика еще непонятна, согласен с тобой. Но большинство команд ставят в мид алхимика. Все-таки должен кто-то идти на сейфлейн. Но если алхимик идет в мид, нельзя говорить о том, что Queen of Pain на сейфлейне не может себя. Правда, Сумаил уже на квапе поиграл. Думаю, ему не очень понравилось. На первой карте. Поэтому... Тимбер разбирает Эджи. Что ж, у нас все-таки Кэрри Слардар получается. Я не привык видеть этого персонажа на Кэрри роли. Все-таки его в качестве хардлейнера в основном используют. А, нет, погоди, у нас Сумаил берет Тимбера. Да, Сумаил играет на Тимбере. Артизи на алхимике. Однако... Так, надо быстренько успеть... Как он у нас ничего не... Удобную консольную команду просмотра. Все-таки Эджи выбирали ласт пиком Кэрри, но забрали Кэрри нестандартного Тимберсона. Посмотрим, как он себя проявит. Теоретически у Фнатик Шейкер, Клокверк Сларк, 3 милишника и Виндрэнджер, которую легко можно срезать про кастом. Давно не видел этого персонажа в деле. Или это был... Может это был рандом? Не, представляешь? Если бы это было рандом. Он же 0 секунде его пикнул. Или он ее реально 0-й пикнул? Не, я думаю, что все продумано. Да. В принципе, я бы не сказал, что герой здесь как-то, знаешь, выделяется по сути. Под роль в своем подходит вполне себе неплохо. И я тоже хотел сказать, что нужен какой-то, знаешь, такой герой, который как можно скорее уйдет со своей линии, если брать кого-то на сейфлейн, как можно быстрее оттуда он смылся бы и начал творить какую-то грязь на карте. По сути, то же самое же делает Славдар. Опять же, на тот же самый мидгейм нацелена игра команды Вилджиниусус. Абсолютно точно так же. Только теперь у них, как бы, вместо тогда, когда у Блэка был алхимик, точнее, антимаг, теперь у них есть алхимик, который все равно быстрее фармит. И не обязательно вот здесь как-то там, знаешь, тарить через Радион Сакторин, ведь можно всегда собраться более иными методами, где, опять же, алхимика будет толк в бою уже на миддлгейме. Поэтому какую-то раннюю агрессию от Эвилджиниуса стоит ожидать, и их пик об этом нам сейчас, откровенно говоря, прям говорит и рассказывает. Знаете, как же более классический пик? Давайте, кстати, представим команды. Давай. Знаете, Кахай играет на Клакверке, Диджин и Верке, Муша играет на Шейкере, Нет играет на Шадоу Демоне, и Блэк играет на Сларке. Ну что ж, контестить руну. Будут, знаете, у алхимика? Пытаются фиссуры отгородить как-то. Плохо вышло. И тут Клокверк, Клокверк с Клокверками! Пытается! Ох, как же он крут! Но руну забрать не получилось. И пять цех монет достается Артизе, да. Хорошая получилась попытка. Так, в миде у нас Бейн будет стоять, я чувствую, рядом с алхимиком, потому что один-один алхимик он... Один-один алхимик с Веркой, ну, ему тяжеловато будет под началом, поэтому нужно Фиру погонять соперника, да и Муша тут у нас, скорее всего, будет мешать очень серьезно. На топе у нас Сларк. Сларк выходит на линию против Тимбера, а Слардар идет на бой. Вообще, так получилось, что Юниверс на своем Слардаре имеет линию легче, нежели чем... Сумаил на Тимбере. Потому что тут его, ну, действительно могут убивать. Пока Тимбер не раскачался сильно, кстати говоря, Ахайо может погибнуть, но краша нету. Арктик Берн работает. Ахайо, Коги есть. Коги есть, может поставить. Поставил Коги, и тычку последнюю не сможет здесь дать. Сним. Ну, вышло вроде как неплохо. В этот момент могут попытаться Сумаил, как-то набрить. Первым скиллом у нас Блэк вкачал пассивочку. Начинает его натыкивать. Да, конечно, когда Тимбер не поможет. Ну, просто лишние легены с него выбить пытаются. Ну, да, как-то прокатывать. Когда будет реактивка, уже будет не так плохо. Не так, точнее, будет уже... Это будет уже менее эффективно. Скажем так. Когда будет реактивка, а там имберчейн сейчас у него нужен, чтобы просто сейваться лишний раз. Что ж, про мидл хочется еще пару слов сказать, да, как тут у нас Бэйн такую плотную позицию занял. В принципе, алхимик главное, чтобы получал свои денюжки, и, соответственно, руны нужно, чтобы ему саппорта как меню помогали засейвить хоть какую-то там руну баунти. Ну, в первую очередь, лучше баунти, конечно, брать, нежели какие-либо другие полезные руны, которые встречаются. Поэтому на рунном контроле здесь стоит акцентировать свое внимание алхимику. Это реально большая куча золота. Появляется руна сейчас вот-вот на топе, это баунти. 270 голды, и отправляется Артизия обратно на линию. Тай убил всего-то он 8 крипов, но посмотри, насколько он отрывается. Да, как будто он ферстблат сделал. Не, будто он ферстблат сделал какой-то такой, знаешь, в соляну какой-нибудь. Ну да, вообще похоже на то. Ну, много-много, конечно, алхимик получает золота за баунти руны. Усыпили диджей, сейчас заваривает алхимик, кислое. Он своевременно все в Винрансус кастели, и джеб пытается забрать про и саппат. Ну, вполне себе ожидаем, он второй левел. Даже третий уже получил, так что... Да, за этот, конечно, фраг получил. У нас Бейн третий левел, вкачал второй брейнсап и отправляется стакать. Все-таки приятно иметь саппорта на линии к особенно такому герою, как алхимик, или такому герою, например, как Шэдофин, который всегда тебе поможет, всегда тебя в миде оближет, скажем так, поможет рунку забрать, поможет стаки какие-то сделать, поможет фраг сделать на миде. И вот пока что у ИДжи в этом плане все очень даже неплохо. На боте гоняет Клокверка, Клокверк имеет у нас второй левел и два крипа у Тимбера должно быть чуть побольше, потому что он несколько наглее себя чувствует, как пытается на Тимберчене спастись у нас. Тимбер, он, кстати, грамотно так байтит, то есть он развахивается на Тимберчене, чтобы, мол, Нед его спрятал. Если Нед спрячет в Тимберчене, то убить Тимбера, скорее всего, получится. Опять-таки, если еще и Паунс не потратить, то Сумаил, конечно, не настолько способен сильно ошибаться. Линия у него очень серьезная, и о деньгах там можно, честно, и вовсе не мечтать. Так он занимает первую позицию там по крипам и свободно, в общем-то, свою линию может отстоять. Единственное, чем довольствуется пока, к сожалению, Сумаил, это Икспой. Я надеюсь, что в будущем все изменится. Хотя Икспой здесь для него сейчас главное. По сути, герой, по сути, хардлейнер, поэтому Икспой здесь можно обзавестись и все остальное нужно фармить на других линиях. И вот баунтируна достается Шейкеру, хотя... Посмотри, какая банка залетела. Просто подвоем от команды Икспой. Это же... Это же вообще чит какой-то. Ладно, там Диджей хотя бы бутылка отпился, но Шейкера забрали, хотя я думаю, что заберут вообще двоих. Повершот там пролетел уже по ТП 60 в Интерверне, которая на ЛХП еле-еле ушла, так что Диджей пытался из борьбы не выключаться до самого конца, но тут пришел Фир и забрал его. И в итоге счет на карте становится 3-0. Да, он просто выдогнал, думал, что... Очень быстрый герой Бэйн, он спокойно догоняет Виндрейнджеру, который даже тапка нет. И, кстати, выходит сейчас у нас еще эфир в спину к... к Блэку. Ну, Блэка здесь забрать, я даже не знаю. У него все-таки есть паунс. Кстати, сейчас эфир не позволит сопернику запаунтиться, блочит его. Хороший бодиблок от Ира. Подальше деревья будет держаться, куда-то прыгнет. Надо брейнсап сразу кастить. Сразу брейнсап. Вот, блин, вот Сумаил сейчас ошибку допустил, она, конечно, он может убить. Блэк, похоже, не выживает здесь, есть у него брейнсап. О, офис уркши. Просто сам у себя усыпил. Тимбер. Так получилось. Не очень, не очень удачно, не очень хорошо. Они убивали его спокойнее. Если бы, например, дал полный проказ под брейнсап, то они бы его, наверное, спилили там под деревьями, или еще. Делай это с флэрой. На тапке появляется. Как дела у Артизи? Артизи купил себе ПТ. Прямо сразу. В лесах у него А это значит, что он будет по-боевому-то собираться? Если такое там появляется, это как минимум какой-то прямой намек, если это не травела. Интересно. Может быть, действительно, что Артизи купит себе. Тем временем, кстати, у нас Тимбер убивает Сларка. Один против троих он борется, юзает Тимберчейн, не пропиливает, правда. Здесь Шадоу Демона, погибает, конечно, сам, но для Тимбера такие размены, они вполне приемлемы. Обрати внимание на бот, Ахайо, тоже оказывается под ударом, и здесь у него шансов на выживание маловато, когда на тебя три человека так нападает. без церемон. Это пять фрагов копил команды в лженюсах. Сларк возвращается после смерти. Сларк у того, мира здесь вообще не рекомендуется. Ему и так очень тяжело будет догонять Алхимика. Ну, Сларк просто-напросто это вот такой персонаж, который Алхимика способен контрить. Отгрызать от него много статов и впоследствии убивать команду соперника. Но пока у него с фармом, в общем, не так плохо, да. Мы видим, что у него 30 крипов, Алхимика тоже 30 крипов. Но дело в том, что он умирает на своей линии, на линии противоположной еще и Слардар. Команде соперников фармят плюс Тимберсо, который против милишника с Ларкой весьма хорошо заезжает. Ну, глянем, глянем. Уиджи здесь, конечно, вариантов выехать. Срезать будет кугу-гугу. Да и Блэк тоже может впоследствии в лесах дофармить, когда Дарт Пакт выкачет, но пока перспектива так себе, если честно. Мне так кажется почему-то. Ведь Юнивер скоро с Блинкдаггером с линии выйдет и начнут давить по сути играть в тот пик, который они себе взяли. Вот и все. Алхимик уже с Рейджой зафармливает не знает пределов. Похоже, Санжин Дьяша будет от Алхимика. можно и так выфармливать. Мув сейчас делают фнатики, они забегают к сопернику в лес, ставят вард, ставят еще трю туда, но Алхимика принять на стак не получилось. Тем временем умирает Ахайо, похоже. Полетела кислая, Амплифай, ты видел, сколько дэмэджи банка нанесла? А банку-то у нас еще Алхимик и максит оказывается. То есть идея пика простая. Юзаешь Амплифай, разбиваешь банку об голову какому-то вакуум, на котором Амплифай висит, он практически сразу умирает. Работает. Глянем, вот тут мы разобрались. Опять на хайграунд заходит наглый Иджи, правда на своих хайграунд. дело нужно обойтись и будет неприятно. Слушай, а Шадоу Демон там все стаки брал, погляди. У него яд третьего левела, он спокойненько там 4-5 стаков яда сделал и забрал всю пачку огромную, которую там настакли алхимику. Неприятно. Диджи здесь может попытаться убить Артизи, но здесь полный, плюс очень много персонажей. Уиджи в этих лесах. Блин, старый Джой еще вдобавок. У него нет бурж демеджа такого, чтобы позволить прям Рейнджу быстренько пробить типа лагуны там. Ладно, фокус фаер, но старый Джой все прекрасно понимает. Диджой его не убить. Пока счет 7-1 и те мувы, которые Фнатик устраивали, пока не особо-то много им денег принесли, но сейчас, конечно, видим, как плавненько преимущество переваливает на 10-й минуте аж за 5000 золота. Вот насколько больше заработала сейчас команда Луджиниус. Конечно, большая часть денег сконцентрирована именно в Алхимике. Поэтому от него сейчас много еще зависит на карте. На Творкс переключится, если мы посмотрим на Ласт Хиты, Алхимик добил на 12 крипов всего лишь больше, чем ВРка, а денег у него на 2500 больше. Вот уже Сэнж подъехал Артизи. Боже, будет действительно Алхимик таким боевым у нас персонажем с Инджин Дьяшей, с какой-нибудь Скирасой впоследствии и ИДжи будут просто давить оппонента. Нападает Смаил на Сларка. Сларк вынужден отстрейхиваться немножко. Ну, Сларк и на Творкс, конечно, оставляет желать лучшего. Слардар намного больше получил. Сэншентов еще ИДжи стакают Алхимику. Да и помимо того, что стакают, еще и видят, где находится соперник. И сейчас будут готовы напасть. Единственное, что проблема это отсутствие Блинкдагера на Слардаре, поэтому напасть здесь никак не могут. А Вилджениус вынуждены отступить. Единственное, кто бы мог там помешать, так это Клакверк, но он там не стал врываться. Састак Клейнштов оставит их еще опять же напоследок потомкам или там Алхимику. Но нападать пока они не могут еще рановато. Блинкдагер вот когда появится будет о чем поговорить соперникам. Ну, на карте пока особо ничего не происходит. Команда старается получить свои айтемы, но все это играет, конечно же, на руку американцам, потому что фармят они в разы быстрее и на лейнах у них герои стоят более сильные, которые фармят тоже больше. Ну, Клокверк не может нормально фармить на боте, потому что его там могут убить. Сларк на топе старается крипчиков добивать, но Тимбер получает не меньше. Ну, про Алхимика так уже и говорить-то даже не приходится. Нетворс его говорит сам за себя. А он фармит. Слушай, про него даже не стоит пока упоминать. Потом, когда глянем, когда будет 30-ка Нетворс, тогда будет интересно просто. Это сейчас глазами моргнуть не успеет, как он соберется себе быизненько. Посмотрите, как он против Блэка фармит. Их там за пачку крипов дерутся друг с другом. В этой драке Блэк пока все еще проигрывает. Ну, под Рейджу Алхимика просто ничего не может сделать. В затяжных драках Сларк будет гораздо эффективнее. Когда уже Рейдж спадет у него и Агилу он нормально наворует. Но вот сейчас в таких вот непонятных вещах вот сложно сказать. Пошла кислая, пошла еще и плюха сверху от Алхимика. Хукшот делает Ахайфира туда врывается. Понятно. Похоронили быренько они его. А тут еще как под ником Боб Рос он же Сумаил. Ворвался дальше оформил еще один фраг и Диджей оставляет здесь в одиночестве. Хотя еще такое ощущение что за ним гнаться собирался. Но понимал что мана в ней не так много. И пока все еще счет увеличивает и Лжениусас. Опять по сути той же самой схеме. Сюжет на второй карте абсолютно был такой же. Только герои были несколько иные. Ну и методы несколько отличаются. Там все же чуть более пассивно а здесь более агрессивно играют сейчас Лжениусас такими-то героями. И вражески лес занимать тоже давно пора. И Пиди там уже расставляет варды. Сенчиньяш появляется у Алхимика. Не очень удачный был последний заход у Фнати во вражески леса. Они там погибли вдвоем. Погиб Шейкер погиб Клокер если я не ошибаюсь. И в это время продолжают фармить Джим. Лордар у нас с Даггером начинает гоняться за Ашеду демоном который отстрейфился в лес купил себе стафов визарди на форстаф и да. В общем-то выжил здесь. Кстати, если бы Радианс появился у Алхимика можно было бы его Шедоу Демоном так удивлять немного. Через Дизрапшн делаешь иллюзии с Алхимика у которого Радианс и Рейдж и можешь этими иллюзиями очень много в драке сделать. Поэтому Шедоу Демон здесь. Может быть как раз таки по этой причине Артизий не стал собираться в Радик не знаю даже ли это нас или нет. Фармит Тиммер его подстанет леписуркой Блэк пытается фаунсом как-то задизейблить Тиммера но Тиммерчейн с фаунса выходит поэтому Мэйл здесь погибает. Мэйл по-моему вообще не напрягается. Он просто фармит лес его на легкой точке поймали выбили ему там 80% стэка а он фармит другую точку там Шот мимо полетела Тахая его не подцепили не поймали не убили и он с совестью бежит до базы и опять полный стэк возможно попадется куда-то драться и Винтервивер мы должны убить здесь Фнатики хотя ППД ультует в Блэка и просто улетает на Арктик сумасшедшая игра на боте падает вышка у Фнатик по-моему просто опускаются руки понемногу потому что все действия которые они предпринимают они заканчиваются весьма неудачно то есть хорошо если они не умирают при этом но убить никого не точно не могут в этот момент ИДЖи фармят другие линии у них есть Алхимик который помимо Сенжин Дьяши уже нафармил 2000 золота я не удивлюсь если это будет Кираса например вообще на Алхимике очень любили раньше Армлет покупать не знаю сейчас не покупает Армлет на Алхимике я далеко давно его не видел но тут наверное все-таки уже Кираса должна быть какая-то у Артизи меня все удивляет вот именно разница игр которые мы увидели прям такой знаешь серьезный контраст выступление командов натик на первой на первой карте и выступление сейчас в окружении этих двух прям так серьезно Артизи на боте нападает у него рядом находится Диджей прячет его тот конечно же там еще и ох какой тайминг вышел Артизи в общем-то собственно банка же его и накрывает и погибает в мид в ответ у нас вышла команда Вилджиниса здесь забрать смели они лишь шейкеры размен далеко конечно неблагородный но тем не менее какие-то деньги там получили явно Фнатик они будут этому довольны правда запушивать Диджей неужто забыл про Юниверса а там уже эфир подработал его фит с гриппом и даже Юниверс не стал подходить понимая что Фир скорее всего его так загрызет дается Найтмэр приходит Муши туда подстанивает Юниверс уже убив фактически Верку Муши вместе с Нэтом сделать ничего не могут поэтому отступает и Вилджиниуса с вышку могут забрать они несколько позже а на топе у нас вновь противостояние Блэка против ППД тут вот кстати Винтерс Херст через пару секунд у него был бы готов но Питер делает тэп-аут и успевает мол того что там Дарт Пак тут же кастовался сдохнулся да Диджи все таки сейчас потеряли алхимика но в общем и целом они по игре лидируют Блэк с Шедоу Блэйдом ищет соперника кого сможет забрать но тут цели не так много хороших в которых он может входить и убивать потому что Бэйн достаточно сильный герой плотный его тяжело прям так убить Винтер Виверну как мы видим тоже особо не убивают напали на Артизи но Артизи под своим мультимейтом далеко уходит а там еще мультимейт сейчас дойдут как же круто прыжает какой лютый прокат дают С ума сойти ни слова больше ни слова больше это минус 3 туда кастовало мало того что там было все абсолютно и Алхимик туда закинул и стан свой и Слардар со своим и Винтерс Хёрст Блэка но похоронили здесь окончательно наконец-то одна эпичная драка фактически в рамках одного по 3 противостояния мы хотя бы ее увидели за сегодня ну и тут она заканчивается тем что на табло что-то уже 2.15 определенно это определенно хайлайт потому что ну так красиво сыграли а стан в троих потом осид спрей потом туда банка тоже в троих и конечно невероятно плюс туда еще и Тимбер накидал и Универс сыграл очень красиво здесь аеги забирает тигр и что там в общем-то ну что Shadow Blade Верки форстаф у Слардара продолжаем забить я думаю что Лотар да как-то гангать вместе со Сларком убивать но это наверное единственное что могут сейчас фнатики делать это как-то вот выискивать по одному и убивать булочек которые там фармят лес Shadow Blade в общем-то на Виндрейнджер он наверное смотрится в такой ситуации но не знаю но не знаю потому что альтернативу можно было поэтому Shadow Blade найти конкретно в драке не добавляет мобильности да да это верно и попадись он под какой-либо стан все и Shadow Blade уже не в помощь к сожалению но вот какой-то инициацией может помочь соответственно Shadow Blade как-то может помочь в контратаках команде Фнатик в случае если Level Geniuses где-то могут переборзеть то Shadow Blade здесь может пригодиться определенного рода и какой-то знаешь какого-то рода скаутинг может Диджей теперь осуществлять вместе с Блэком включать какие-то таргет Radiant's bottom tower is under attack Dyer's middle tower is under attack но там мы видели как бесцеремонно забрали Клокверка и уже упёрлись в хайграунд правда конечно там видим реакцию от Артизи тут сразу перемещается на топ-ленд защищая свое владение middle мы видим как падает в эрк здесь у нас фирме с Universe мы вновь постарались и тем не менее Radiant's приобретает алхимик я вижу у него рецепт Radiant's сейчас Артизи дофармит чуть-чуть до Sacred Relic и кстати говоря это уж не такой долгий Radiant's ну если в целом если вспомнить на какой минуте покупает какая-нибудь Naga Сирена или Спектра свои Radiant's то можно понять что Артизи купив Radiant's вторым слотом в общем-то не опоздал конечно первым слотом позволяет намного быстрее фармить но критиковать Артизи в такой полезно потому что команда IG сейчас действует безукоризненно правильно свое уже выполнял имея KDA на данный момент 2.1.9 не тот как бы человек который бегал на карте и фармил все это время поэтому какой-либо стату айтем ему в любом случае бы пригодился такой уж тем более как с Энжин Яша Radiant's уже появляется в руках и смок дает команды Evil Geniuses поглядим чем он закончится учитывая что идут они явно не почти вслепую можно сказать но по дороге встречается и Махайо который без шансов погибает отправляясь в таверну Мидл заберут уже тем временем Сумаил вместе с Артизит коней еще и рвутся в бой далее за вышка каких-то там зевак вполне себе можно словить если вдруг ошибутся Фнатик как-то и вовсе можно в меньшинстве здесь остаться не хотелось бы этого точно Блинг Даггер появляется у Сумаила то Плейнтили как-то угомонится и хочет Блэк засплитпушить но он сейчас не на антимаге кстати говоря он он полностью прокидывает на вышку и фактически полностью мог бы даже забрать если бы не вмешалась команда Эвил Джениус приходит туда Сумаил гонит он Диджи также выгоняет оттуда Блэка но там мы видим уже начинается драка Артизи здесь через парусек он будет уже Рейджа так что он если что даже будет готов принять но тут тоже подошел Сларк неприятности минус Алхимик остается Фир Фаунсом Это немножко закидал Немножко 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 Правда Блэка все равно сейчас могут убить Ульт от Винтер Виверны Блэк подамплифаем и все таки выживает Прыгает прямо на Тимбера и Тимбер его просто распиливает Прям в Коге Прям в Тимбер он напрыгнул Кстати распилили еще и Клокверка Уходит Неплепортом его тут никак не подцепить Переоценили себя Полезли дальше из-за этого Поплатились Так Попали Тимбера Тимбер с Аегисом И он кончается за секунду до его смерти Сумасшедший тайминг Катшнатик А у них с таймингами нет проблем в этом матче Да Так что нормально И Шекер после этого приобретает себе свой заветный Блинк Дайер на которого он так долго копил Я смотрю там битва вардов жестокая на самом деле вот именно здесь сконцентрировано здесь и вот здесь у нас два таких спота жесточайших Там варды стоят как и стоят с другой стороны Именно в этих точках сконцентрирован весь экшен Именно туда рвутся Вилджиниус просто по КД абсолютно Там фармить лес алхимик уже чужая Ему вообще Да Решили Эджи все-таки дофармить свои айтемы чуть подождать повременить с драками сейчас немножечко опроверг Блэк с ВР Эвендрейнджер то что у нас приобретать будет Аганим наверное следующим айтемом Все верно Блэк ВР у нас Аганим а Блэк будет делать не знаю БКБ наверное раз еще него либо БКБ либо Сенч или А он будет Сильвер Эдж покупать конечно же Сильвер Эдж Сильвер Эдж против Алхимика полезный айтем Ох опять ошибаются опять ошибаются хотя с другой стороны именно Юниверс поторопился в этом моменте и начал инициацию первой но уже подхватили тут инициативу и ойтемейт поэтому видим как сейчас упадет шеду демона Дженет ТПЛ делает муж что удается ему сделать удается ли сделать это Охайо думаю вряд ли но его окружили со всех сторон но ТП здесь так делать нагло и дерзко лучше не стоит даже пытаться Эверку там тоже забрали так что опять непонятный выпад в лес от команды ФНАТик непонятно зачем опять же там уже и Сентрики даже Питер забирает абсолютно не было и незачем туда было идти команде ФНАТик они все равно там оказались и они там погибли ну не та ситуация где нужно сидеть во вражеском лесу так что то что ФНАТик умерли по одному практически по одному Верка умерла в миде от Артизи никто Артизи не помогал поймали Шейкера одного Верку с Клок собрали там ИДЖи в своих лесах ну в общем-то как-то не собрано себя тут сказали ФНАТике по мнению но и за это будут наказывать конечно же американцы пойдут сломать Т1 и Т2 вышки на миде на топе хотя сейчас заспавнится Шейкер его будет плюс Эхо Слем это должны учитывать ИДЖи поэтому нужно стоять как-то аккуратно пасть под этот полный прокаст не, ну пока конечно есть что пушить еще и ЛДЖНУС так мгновенно на хайгравде не окажется но то что сделали ФНАТик это грех и за грех надо наказывать Юниверс там на топе такого он ДДЖМ тот Виндрант прожал показываю Винтерс Хюарс проблем нет но врывается Ахайо проблема у Фира тут не может составлять Финсгрип хотя явно бы я хотел это сделать ворвался неплохо Муша с Фиссурой и Эхо с Лэмом забирают они уже нет ни на стан ни на что-либо еще там до конца стараются смайл действовать лох и ПМУ что-то стоит как ни странно все еще жив Фир и он до сих пор живет благодаря Питеру Питеру Дагеру как же еще в общем-то опять отыграли молодцы Эвол Джениусас ФНАТик просто по инерции бегут дерутся не зная зачем когда они заранее заведомо слабее здесь в этой ситуации опять же пнатворцы видим что уже какие-то считанные копейки за 4 фрага получают команда Эвол Джениусас это уже не деньги Алхимик за это за 2 минуты на фарме в разы больше чем то что они за 4 фрага получают может вообще внастик не стоит уже драться да зато таким образом они просто-напросто срезают фарм не дают фармить нормально Блэку Блэк купил себе Блэкинг Бар я думаю сделать Сильвер Эдж здесь ладно но как деньги копились решился ну БКБ ему тут в любом случае нужно и против Слардара и против Тимбера одним Шэдоу Дэнсом не обойдешься на Сларке особенно вот в таких вот ситуациях может за счет этого Блэкинг Бара Сларк у нас переживет прокаст и в общем кого-то сможет брать ответ ИДЖ Аганим практически сделал нужно еще где-то набрать 1000 золота и будет Аганим вот он не смог убить Слардара когда пришаклил его если бы у него было бы 16 левел и Аганим вполне вероятно что он бы его убил там прихватило где-то 4 сотки демеджа поменьше ну там повершотик бы добавил и добил бы точно Тринкор появляется у Алхимика Алхимик Санчиндьяшу разобрал в манту и оставил Сенч у него сейчас есть вот эти вот иллюзии с Радиансом Даггер приобретает Бэйн у ППД есть Гем ну что тут можно еще сказать намного сильнее смотрится ИДЖИ надо наверное потихоньку заходить правда демеджа по вышкам у них все равно хорошего ну Артизи способен быстро работать по вышке но если его будут отгонять то есть он милишник его можно в общем-то от Т3 как-то стараться отгонять то ломать ИДЖ вышку будет очень долго подержаться к тому же он еще будет нужен как бы в драке в самой поэтому пока нет такой самостоятельной единицы которая бы пушила параллельно пока команда Эвл Джениусас развлекается с ФНАТИК где-то там за вышками за бараками поэтому опережает пока события Эвл Джениусаса зайти на хайграунт и спушить они не могут ну 25% это не псевдородом 25% не везет Блэку там что произошло Юниверс напал на ну там на самом деле Блэк сам ошибся если откровенно говорить то Блэк ошибся сам он во-первых он во-первых он был в лотаре вижена на него не было он мог просто уйти он прожал телепорт не прожимая БКБ получил баш за это был наказан так что в общем-то по делам да не повезло но по делам в таких ситуациях можно сказать какую микро ошибку допустил Блэк микро в плане не маленькую а в плане ошибка серьезная в плане 25% типа того не домикрил чуть-чуть домикрил Блэк так как сказать чуть-чуть вполне серьезно и еще и ВРку кстати на боте забрали пока я горел от действий Блэка ВРочку там тоже оформили сейчас спокойненько забирают Рошана и Эджи это Айегис для какого-нибудь Алхимика или для Юниверса не знаю кто тут за я хотя наверное Тимберу все придадут у Тимбера блин Кекс он всегда ведет контактный бой всегда на передовой поэтому Айегис нужно дать именно ему да и слотов там особо-то нет у Алхимика чтобы Айегиса забрать он не хочет ПТ продавать у него траволаз ПТшкой запали на Блэка Блэка Форстаф если что можно спрятать гемона Кинс Грипс если надо будет тем более его сейчас спрятали не стал хексить маил соперника понимал что там Дарк Пакт поражал Сларк и получится Ну вот попытаются зайти какая есть Рейджа Алхимика в принципе он будет сейчас подпушивать Кислое не даст зайти к тому же еще надо будет нормальную позиционку держать Диджи единственное что надо будет выбирать опять же Шадоу Блэйд близко не подойдешь так как все будет палиться был бы блингдагером прямо в Шаклшот то есть там попадала Шакля Диджи но Нед заюзал Дизрапшн конечно он сделал это для того чтобы создать вот эти вот жесткие иллюзии Алхимика Шейкер дал Ахэлм полу сейчас крайне неудачно развернется драка для команды ИДжи Блэк прожимает БКБ отгрызает старты от Артизи ИДжи попал Шаклшот но подойти нормально дамажить он не может потому что во-первых команда Фнатик просто не хватает Фнатик просто падает до конца ну а Шейкер не долетел ну с кем не бывает Джи-Джи пишет команда Фнатик и это окончательное слово в этом матче делает команда Эвил Джинниус заканчивая ровно фактически на 30 минуте и в рамках бутрии противостояния выигрывает фаворит данного матча кем и являлась команда Эвил Джинниус хотя и интригу добавила команда Фнатик ровно же на первой карте где мы восхищались игрой Блэка где впоследствии уже у нас немножко горело от действий Блэка ну жаль не было стабильности ну хорошо сыграли с 10-й Джи в общем-то после поражения на первой карте они не расклеились причем проиграли они там ну в одни ворота если честно хоть игра была 50 минут но весь матч вся карта прошла под диковку Фнатик ну первая карта а матч в целом закончился победой